даже не подразумевайте гарды как закрытый или открытый для меня важно полный гард или не полный гард. То есть у нас есть понятие half-гард, половина гарда, но почему-то full-гард очень редко в понимании слышим, мы сразу начинаем слышать или открытый или закрытый гард. Но и закрытый гард и открытый гард это оба гарда, где мы работаем полным гардом. Напомню, что такое полный гард? Это где у меня все четыре конечности в игре. Нет, это не закрытый гард, у меня две руки, две ноги работают с соперником. Открытый гард, спайдер гард, любые из этих гардов, где мои обе ноги еще мобильны и могут осуществлять некую работу и выполнять задачи по блокированию нашего соперника, по недаванию ему пройти наш гард и использование своих сильных сторон, это полный гард. Как только одну из наших ног перешагивают, засовывают half-гард, да, неважно это допустим лас, что угодно, любые другие гарды, это уже у нас половина гарда, потому что одна нога у нас по сути отключена от игры. И мы про это много рассказывали, есть прям целые блоки про это, которые вы обязательно должны посмотреть, чтобы освежить себе память и более со свежим взглядом посмотреть на то, что я вам сегодня покажу. Вы готовы? Да, вы да. Великолепно. Тяжелая работа, Алексей, тяжелая. Тяжелая работа, Алексей, тяжелая.